Виктор Гусенин Не все так хорошо Так, у нас 20 минут Я сейчас пойду на кухню, мне надо горячего налить чаю Я так много митингов проводил Так мало вам рассказал Потом переделают на свой лад Юрий Железов Потом Павел Это оценка И окажется, что эти мои слова можно положить И на бумагу, и на разговорную речь Так что мы с вами не зря Вернее, вы со мной не зря время проводите Рассказывать без аудитории Так не удастся Минута буквально Налючая глядя Налючая глядя Я бы, друзья, согласился На любое Самопожарствование Сегодня умереть, завтра не проснуться Но с условием, что президент Завтра по телевизору скажет Всей стране Листья это не мусор И это миллиарды денег Которые Не надо будет тратить На эту сволочь С ЖЭКом Вот И белить не надо А то уже дожили Помню, я тебе показывал Лес белят Красят Лес Уже целый эти Как и называется Скверы Дикоросами Идиоты Так Даже готов Жизнь отдать Но не берут Моя жизнь И никогда Президент не скажет У него нет Помощников Которые Все это Отслеживают Науку Загубили Как в анекдоте Мы Делаем Меньше им платье Мы не делаем Вид что работает Виктор Гусет Сегодня Здравствуйте Валерий Я садовод Любитель И начинал С вашего видео Мастер-класс Прививка Врачеб О Пожалуйста Подскажите Как размножить Слива Алтайское юбилейное Так В 20-м году Привел черенки Алтайской На Уссурийскую Желтую Подчеркиваю Желтую Врачеб Прижились Простой до 35 Этой весной Ни один Не проснулся Все сдохли Хотя Вызрали А с осенью Сбросили Ствол Высота Полметра Подскажите Пожалуйста Почему Не продолжили Вегетацию Или Выбросили Тут подвой Ну Слава Богу Я вроде бы Тут ни при чем Вот И скажу Следующее Пока Тут еще будет Длинный Это будет длинный Разговор А пока Я же не знал Как вы Прививали Какие-то подробности И сейчас не знаю Первое У меня был Самый проваленный Случай В моей 37-летней Практике То есть Я сделал 100 прививок На Желтую Уссурийскую Слеву Слеву Которая Называлась В общем Даже не помню Какую Одно скажу Кроме этой желтой У меня все остальные Слевы были Какие Темно-синие Вот Темно-синие Как правило Ну это Самый Рассованный Слевый И вот Темно-синие Слевы У меня На эту Желтую Не пошли И 103 Пошло Я такого Провала И позора В жизни Не испытывал Это я Железу 300 Вот И когда я увидел Что вы Прививали На Уссурийскую Желтую Тоже Уссурийская Желтая Так Значит Возможно Несовместимость Настолько Сильная Что Нет Путущего У Синих Слив Привитых На Желтый Других У меня Вариантов Нет Но Это Подозрение Серьезное Я С тех пор Кто меня Хорошо Знает Знает Что я говорю На желтую Не прививать На всякий случай Но Это не все Я Представил себе Что Вы Может быть 20 год Привали А может Первый Вот Я тогда Выбрал Несколько Вариантов Ну Обычных Ошибок Я Скуда Вот это Взялось Вот этот Рисунок Ну Я его Сделал Каюсь Почему Когда Отдельно Рисует Вот Раз Рисует В статье Про Прививку Прививку Врачеб Вот такой Клинышек Отдельно Это я Специально Утрирую Видите Отдельно Вот такой Нарисован Делаю Господи А какой же Должен быть Про это Ращеб Это вот Одна Бывает Ошибка Биологическая Несовместимость Я беру Не только От слива Я беру Шири Так Вот она Биологическая Несовместимость Сарис умер Я его Разрезал И убедился Что ему Не жить Это Оторжение Ткани Вот Небрежная Прививка Раз Стоит Только Вот так Небрежность Проявить Уже Не приживается Раз И второе Учат Дуракам Закон не писан Они сами Дураки Других учат А вот так Вот замажьте Кто Пишет Парафином Кто Прямо Вот это Жмазит Он тогда Целеком Его измазить Садовар Тукацкое Такое Жизненькое Вот И тогда Он не будет высыхать И будет расти Черт из глаз Гнивает Вот То есть Небрежность И плюс Еще Когда Не только Небрежно Допустим Прививит Но еще И замажет Небрежно Вот Это Распространенная Ошибка Не снятая Вовремя Пленка Это Распространенная Ошибка Снова Не снятая Только на этот раз Не пленка А Изолента У человека Получилась Прекрасная Прививка Молодец Хотя Первый раз Изъедел Но пленку Не снял На другой год Я как увидел Эту пленку Пришел к нему В гости И Отругал И снял Пленку Но дело Уже поздно Уже Сгнила Хора И Еще Добавлю Это У нас Временами Появляются Вот самые Две Дебильные Вещи Которые Я знаю Это Учеба Так что Слушайте Кто Первые А то У меня Такие вопросы Задают Отвеченные Вебинари Приходится Повторяться Ну как бы Другими словами На данный момент Две Самые Величайшие Подлости Которые Я знаю Для прививок Это Самая Разрушающая Пленка Черенок Сейчас Продажа Она Исчезает Где-то Можно Старо А где-то Уже Исчезла А там Написано А это Для нас Лентяев У нас Полонлетие Полонлетие Сильно Занят И те Другие Ура Она Довольно Нет Она Жидкая Для меня Это сопли Сопли Но Читаю Лекцию Клубе Садоводов Раз Мне Это Дарят Ведущая А она Из этих Из органического Как Как Называется Организм Природное Земледелие Органическое Что-то Такое И у нее На столе Там все И это Пленки Вот такие Вот Такая Стопочка Этих Пленок Ну то есть Я лекцию Прочитал А она Под это Дело Продает Приглашает А то меня А то Еще несколько Специалистов Моего уровня Любителей Вот Нас профессионалов Не было Сроду Сайногорские И не будет А вот А любители Поумирали И я На последний И вот что Получается Получается Следующее Значит Пленка Эту я Только из любопытства Несколько Привил И только Одна разрушится Пришло Лето Не разрушилось Восемь Не разрушилось Зима Не разрушилось Тогда я вижу Хараум Надо спасать Чтобы этого Не было И тут До меня дошло Людей Опять Подставили Подставили Вот Это подлая Пленка Она же Никаких Экспертиж Не проходит Кто-то Продает А кто Будет Экспертижу Проводить Представляет Сколько За ней А второе Что я просто Походу Вспоминаю Да Это когда Тот самый Дядь Ваня Который Всю грязь И желчь Которая была На меня Вылил Вот Я только Видел его Первый фильм А Дядь Да Два фильма Первый Где он Учил Главное Учителем Стал И учил Как Это Сделать Смертельную Ловушку Для осаженцев Устилая Дно Всякой Дрянью Вот Полметровая Глубина Ниже Вода Вот И потом Когда он Это Защитил Как Было Написано Смотрю Фотографию Или Это Фильм Хреновенький Штамп Я вижу Темный Цвета Словами Говорит Что Защитил От Муравьев Подозревая 95% Что это Так называемый Клей Клеелов Который Уничтожил По стране Миллионы Дерев Только На моих Глазах Несколько Десятков А у меня Всего Один Звонок Я поехал Майду А там Несколько Десятков Дерев Умирает Так Вот И вот А я же К нему Обращался По честному Кричить Сколько Угодно Что Железов Виноват Что у него Это Сальний Прогиб А Я же Вопрос задаю Чем От Комаров Засечал Ой От Муравьев Молчит Ответа Нет Ну Молчение Зназ Согласен Значит Угробил И вот Этот Клеелов Это еще Миллионы Дерев Вот Это Вот Два Самая Расследовая Принка Клеелов Это Те Самые Неиспытанные Нами Настоящими Садоводами Пущенные В продажу Миллионных Экземпляров И вот Страшное Бест У нас И так Она страшнее Из-за этих Натальи И прочих Ольг И так Страшно Сделать Стамп Поотрезаться К чертовой Матери И вот Когда Человек У него Получилось Что у него Получилось Вот Что А погибли Они Да Погибли На второй Год Все погибло Врачеб И кто-то Другой Уже тоже У него Ноль Результат Врачеб Или этот Или кто-то Другой Еще написал Больше Я Врачеб Привать Не буду А что Сюда Делать Вот А у меня Получилось Так Вот такая Может быть Ошибка Биологическая Несовместимость Может быть Просто Небрежная Прививка Может быть Неснятая Пленка Может Несилятая Этот Самый Изолента Может Переувлажнение Быть Человек Вот понимаете Я ненавижу Этот капельный Полив Он Сдаил Саженцы И с умным Видом Рассудать Что же Он у меня Мертвый А Вот Стоит Рядом И говорит Ну что Такой Мертвый Вот Это Видите Тут Надо Подгонять Толщину С двух Сторон Почему А если Он Один Был Уже Надо Делать Косой Срез Не Только По Вертикали Но Косой Срез По Горизонтали Видите Какие Тонкости Бывают А вот Этот Саженец Пусть Это Не Улучшено Пусть Это Прививка Почкой Далеко Не Это Не То О чем Мы Говорим Главное Что Здесь Ошибка Нельзя Так Высоко Привать Представьте Себе Возьмет Еще Приживется Не Дай Бог Что Из Нем Вырастет На Этой Куриной Ножке А Вот Это Железо Привал Совсем Другое Дело Вот А У Многих Из Нас Друзья Есть Еще Такая Может Это Не Касается Автора Письма Может Касается Прямо Маниакальное Желание Ни За Что Не Посажу На Постоянное Место Ни За Что Я Буду Издеваться Над Саженцем Я Буду Пересаживать Горшок И В конце Концов Пошажу Уже Инвалида А Это Просто Мои Фотографии Вот Это Я Садил Еще Когда Я Легко Был Достать Дешевый 15 Рублем Зато Вот Результат Как Смотрите Видите Вот То Еще И Помежду Севариантом Тоже Мешает Часто Это Хорошо На Продажу А Если Сам Себе На Кой Черт Садить В Это В Еще Момент Вот Это Вот У Мен Две Фотографии Я Когда Делается Пересадка Я Пользуюсь Сучьем Но Не Могу Промолчать У У Мен Был Этап Жизни Когда Стал Достаточно Знаменит Единственное Все Которые Саженцы Не Погибали Почему Во-первых На Момент Продачи Были Живые Во-вторых Вот Пятышка Смотрит Корневая Шейка Пусть Он Когда Я Достал Саженец В Ком Земле Обсыпался Были Голые Корни Зато Я Посадил Коробку Так Посадил Коробку А Человек Сказал Это Не Случайно А Я Не Могу Сразу Посадить Вот Я Смогу Только Через Десять Дней Отлично Вот Довезешь Коробки Досыпешь Землю До Норма И пусть Десять Десять Коробки А Потом Он Живелся Коробку Вместе С Коробкой Посадишь И Чтобы Не Быть Болтаном Вот Так Я Продавал Это Было Круче Чем Сейчас Сергей Горшка Знаете Почему Посмотрите Вот Они Картонные Коробки Видели Объем Раз Пять Больше Три Пять Раз Больше Да Вот Ну Чего А Если Здесь У меня Мелба А Здесь У меня Жигулевская Как Вы Думаете Наверное Это Мелба Вот Вон Мелба А Вот Она Жигулевская Я Даже Полиция Вижу Наверное Так Оно И Есть Почему Потому Что Перед Этим Человек Схромкал Пол Яблок Вот Прям В смысле Понимаете Вот Тогда Я Стал Знаменитый Поехали Ко мне Помню В прошлый раз Я рассказывал С города Кирова Близкий Путь Нет А потом Чек Написал Шерсть Нектар Счастья Потому Что Я Надеюсь Это он Подозреваем Вот Потому Что Никакой Это Никакой Каторги Выходить В Это Ведро Еще Момент Вот Это Вот У меня Две Фотографии Я Когда Делается Пересадка Я Пользуюсь Сучьем Но Не Могу Промолчать У 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 Посадил Коробку А Человек Сказал Это Не Случайно А Я Не Могу Сразу Посадить Вот Я Смогу Только Через Десять Дней Отлично Вот Доведешь Коробки Досыпешь Землю До Норма И Пусть Десять 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 Коробки А Потом Он Живется Коробку Вместе С Коробкой Посадишь Это Еще Не Все Это Еще Не Продано А Когда Продам Пол Крон Тик Извини Парень Ни Один Саженец Ни Обрезанный От Меня Не Уехал Люди Вали Долг Натали А Я Резал Ну А Так Как У Человек Не Получилась Прививка Я Взял Неск Фотографии Показываю Вот Он Расчем Близко Корневой Шейки Фактически Корневой Шейки Согласны Обязательно Бутылка Посмотрите Я Сколько Я Месяц Выгнал Вот И Сергей Научил Вот А вот Эта Фотография Да Все Свело Это Я Лена Савинч Учил Привать Хотя Я Говорю Это Неправильно Привать Поздно Солка Движения Закончилась Точка Вот Это Просто Была Учебная Фотография Учебная Учеба Вот Потому Что Ко Мне Приехала В Парти Это Президент На Красный Диплом Сотню Научных Работ За плечами Представляете Студентка И так далее И так далее Вот И Вот Прививка Врачеб И она У меня Получалась Ничуть Не хуже Чем Улучшена Капулировка Вот Капулировка Видите Эту фотографию У меня Делались Для Книги Вот И Я Просто Ну не могу Я выдержать Вот Знаете Это такая Редкость Смотрите Внимательно Сейчас Вот Это Видеофиль Не мой Сейчас Пусть Пройдет Реклама Минуточку Куда Без Это Реклама Так Зимняя Прививка Смотрите Вы Видите Человека Михаил Северсиадович Никитюк Я уже Считал Что Он Последний В стране Это Было Всего Пять Лет Назад Вот Его Последние Работники Вот Смотрите Вот Они Вот Она Зимняя Прививка Мы С вами Не то Что Не будем Проходить Вам Достаточно Мне Кажется Надо Набрать Вот Так А Нет Если Вы Наберете Зимняя Прививка В Яндексе Там Кажется Их сотня А мне Понравилось Именно Его Почему Председатель Колхоза Делает Прививку Внимание И как Делает Я Так Уважаю Таких Людей Это Вам Не из Италии Выписанные Саженцы Всякое Дерьмо Которое Замерзли 100% Вы Представляете Вот Он Если Б Я Начал Придираться Я Почему Нибудь Придрался Вот Потому что Во первых Это Учебно Он Делает Так Но Я Не знаю С чего Пленка С чего Раз Здесь Я Не обнаружил Одны Вещи Покажу Ниже Два Вот Ну а так В целом Два Хранения Личневные Опилки Личневные Вот Видите Кто-то Может Попросить У меня Кому Надо И кто-то Мне Присыл Этот Фильм Ролик Я С удовольствием Поделюсь Вот Это Настоящее Это Малдаром Что Еще И начальник Председатель Успешного Колхоза Это В настое Время 150 тысяч Подписчиков Вот Это Зимняя Прививка Я Сергея Не могу Уговорить Перейти На Зимнюю Прививку Для Него Это Как Сказать Халтура Ой Ладно Посмотрели Но Не мог Удержаться Но Показал Извините Кто-то Скажет Я Еще Лучше И Вот Она Зимняя Прививка А Вот Это То Чего Его Девушки Не Делали С Это Значит Что Когда Я Делал Прививки И Обязательно Макал Воду Иногда Подсахаривал Но Это Влияние Интернета Подсахарить Или Там Чуть Чуть Меду Добавить Я Пробовал Облизывать Тоже Получается Но Я Считаю Это Прием Обязательный Чтобы Обязательно Макнуть Только Сделал Макнул А Вот Это Покруче Смотрите Это Как Раз Сергей Железов У У У нас С ним Получилось Так У У У У У У У У С С С С С С С Я Говорю Ты У Женщина Будешь Зарабатывать Два Ножа У Каждого Свой Тазик Я Свой Я Сейчас Покажу У Видите Я Свой Ряд Он Свой А Мне Мороз Не Мороз А Чтобы Сделать Вот Так Клин Да Видите Вот Какие клинья. В натуре. Приваем в расщеп, вот как тот дядя, у которого не получилось. А вот такие вот они, двухлетние априкосы, они уже вот такие вот. Вот. И приходится делать не просто срез, а длинный, тонкий и очень-очень. А мне хватает два движения. Раз. Раз. И вставил. Я не встреваю руки, а руки-то без перчаток. Голые, иначе не привёшь. Прививка это голыми руками. Смотрю, мой Сергей куда-то делся. А я приваю. Думаю, ну всё, мороза испугался. А я приваю. Появляется Сергей. Вот, это не та, конечно. Вот с таким вот тарелкой. А в тарелке заранее в тепле. На, строганную, у него не получалось сразу идеально. Он мог три раза. Вот та же вот эта товарищ, это директор колхоза, даже он не с первого раза у него получались. А где-то со второго. Вот. И он поставил такую тарелочку. И только раз, раз, готовая. Я говорю, ну всё, мы у парня, там, мозги-то работают, окажется. Вот такой пример. Это маленький пример. Пусть длинный, пусть с эмоциями. Но это пример, как он сделал свой первый прививок. И внимание, и внимание, получились вот такие вот. у меня такая есть фотография, где я позирую, жаль, нет, где он позирует. Вот. Вот такие получились за один год, друзья мои. Ясно? Год был исключительный. Но главное, что главное, что он в тепле настрогал идеальных. Может, он с пятой попытки. Может. Знаете, как я тоже начинал. Чернок вот такой, раз, сильно короткий, раз, сильно длинный, раз, короткий, раз, длинный. Чернок кончается. А верхушка, она уже приживется. Но это уже будет не тот царь. Только с самого низу, подчеркиваю. Только прививка у земли. Только прививка у снизу этой ветки, самой нижней эти самые. Отрезается почти полностью. Почему сад искалечили? И сад сейчас начал деградировать. Вот. Но позади славные денечки за один год, смотрите. А то скажут двухлетки. какая там это? Еще раз крестюсь. Три специалиста супер. Поверь, я уже не буду называть. Вот. Которые у меня побывали. А вы, наверное, знаете кто? Один давал три года, другой давал четыре года. Нет. Один давал три года, другая четыре года, а третий пять лет. Это при том, что мы стояли возле таких саженцев. Насколько разница между научными садами и вот такими любительскими. Видите? По нему ли хвастаюсь? Это однолетки. Это прививка. если вот это все учитывать, вот это вот, что надо, а вдруг что-то, может быть, человек не так сделал. Посмотрите, вот оно, видите? Вот где две вставленные эти черночки. Посмотрите, как прилегание какое. И это не то, что специально стараться раз-два. Да, вы видели недавно в фильме я привал череши, я показывал там гостя, случайному гостю. Раз-два, готово. Уже руки сами делаю. Вот так вот. Он и говорил, так. А вот это вот те самые черенки. И если потом кто-то мне скажет, что черенки ваши неполноценные, или черенки ваши, и вы все знаете, что я, кто-то ведь говорит, сильно толстые прислал, а кто-то говорит, на них же, сильно тонкие. И вот тут как быть? Друзья, вы тогда пишите, какого размера черенок. Кто-то у самой земли. У меня даже вот такие игрушки, да, игрушки, ну, это не сегодняшняя тема, они залиты, они очень медленно растут. Кость они вот такие, а основания такие толстые, а даже не верится, что вот такую игрушку вот такие вот прекрасные однолетки уже можно приливать. У кого-то так не получается, а у меня получается. И получается так, что один год уже игрушки привиты с первого раза, абрикосы уже чуть ли не вращем, они могут вот такие вырастить, такой толщины. Уже капулировка трудно привить. Это если нормальные сады, нормальные эти. Вот, а так с одной получается края, они тонкие, а с другой толстые. Вводить очень трудно, друзья. А вот результат. Итак, первый год он был сильно обрезан, где-то мне попасть. А вот это уже когда он нажил, и пожалуйста, видите, да. И пришлось Ирины Александровны бедной по заданию руководства Академии брать рулетку, мерить, потому что сказали, что этого не может быть. вот так. И наша песня хороша, гепатогенная зона. Фотография сделана позавчера, специально, тема такая, да. Вот человек не пошел к этой самой. А как я могу сказать ему в двух словах? Я уже минут про это десять говорю, а то еще не уверен, что мы нашли причину. Начиная с того, что желтое, синий на желтом у него не пошли, у него не пошли. И вот это самый настоящий герой с рамками. То есть сперва не пошли, а потом уже взял рамки, до этого было. Вот они такие и есть. И к сожалению моему огромному этого добра в России столько, что повторяю, может быть еще десять из десяти приживутся, но сто и стань никогда. И может быть если не повезет, из ста пятьдесят умрет им владение рамками, владение рамками, пока со всей науки умеет единственный человек Елена Александровна Савинич. Биополе три метра в диаметре шесть. Это в спокойном состоянии. А еще есть наука как увеличивать биополе по методу Монахова. Вот так вот друзья. Наталья с этим с Ольгой сейчас вот так когда я сказал что вот эта вот гепатогенная зона что нужно их замерять уметь и это должен делать каждый выпускник сейчас Ольга с этой самой делает если увидят это скажет ну идиот даже уже не дурак а идиот и надо железо куда-то это за такие слова и ничего не знает о природе земли ничего даже если изучали Докучаева к сожалению есть вещи недоступные девятнадцатому веку вот это я убедился когда я взял написал почва в разрезе бабочки мои если бы Докучаева это видел мамочки мои а вся наука мы же цитируем откуда взялись эти осадочные породы мы цитируем что Глена это бывшая скальные породы это такая чушь такая дурь сперва была теория появились гении все было это котлование где-то в разрезе увидел колодцы кто-то копал а теперь когда можно это все увидеть сразу как мы увидели какая дурь когда вся страна это убивает деревья убирают их убирают их это листья еще сжигая самое ценное на планете органику сжигая еще живую даже еще не переработанную компост это все что-то это может быть еще сжигая но это это все Продолжение следует...